Но следующий матч, который мы внимательно смотрим в нашей программе, «Крылья Советов и Анжи», он получит отчасти таким. Мы его повернули через бывшего футболиста «Крылья Советов», более того, через нашего коллегу Евгения Савина. Он отправился матч комментировать, и мы попросили там, в Самаре, наших друзей и коллег сделать небольшую зарисовку о том, как Савин приезжает на стадион «Металлург». Давайте ее посмотрим, ну а потом мы подробности матча тоже разберем в студии. Йоу, привет, привет, как дела? Самара, привет. Ребята, привет. Теперь Савин, сам звезда эфира, комментатор и телеведущий. По прибытию на стадион он шагает на поле не в майке и шортах, а с нарядным галстуком и в монных кроссовках. В руках не футбольный мяч, а микрофон, новый рабочий инструмент в жизни Евгения. Впереди прямое включение со студии в Москве. После эфира новоиспеченная звезда телевидения тепло общается со старыми знакомыми. У него их в Самаре много, со времен выступления закрыли. На берегах Волги экс-нападающий провел три с половиной сезона, отыграл 103 матча и забил 23 мяча. С каждым сантиметром поля Металурга у Савина связано огромное количество воспоминаний. Для меня сегодня крылья, мои любимые крылья, в которых прошли мои лучшие годы. Я постараюсь сегодня комментировать объективно, но тем не менее, понятно, что в моем сердце будет такой гореть огонь. Я буду в Самаре желать сегодня заработать первую победу в этом сезоне. Пойдем в святую святых. Кстати, вот здесь я сидел. Место мое было. С бывшего рабочего места Савин отправляется в комментаторскую будку. Пусть до нее не близкий. Нужно пешком подняться наверх западной трибуны Металурга. Первое испытание пройдено. До начала трансляции остаются считанные минуты. Евгений делает пометки в блокноте, дожидается своей очереди и выходит в эфир. Здравствуйте! На канале Наш Футбол, Наш Футбол! Мы начинаем прямую трансляцию из Самары на стадионе Металург. Совсем скоро стартует матч девятого тура. Роскост-трак чемпионата России. Крылья Советов принимают Анжи из Махачкалы. Наступает перерыв. Крылья ведут 2-0, а Савин умудряется успеть все. Сделать фото с гостями в комментаторской будке, а также по полочкам разобрать второй мяч ворота Анжи, который самарцы забили на добавленной минуте к первому тайму. Мяч под левой ногой, молниеносно со своей любимой, родной, технично левой ноги послал мяч в дальнюю. 2-0. В итоге финальный свисток фиксирует победу Крыльев. В дебютном матче Савина на Металурге его бывшая команда со счетом 2-1 обыгрывает Анжи. После поединка Евгений идет в сектор к фанатам, а потом в раздевалку Крыльев поздравить с победой капитана Самарцев и своего друга Ивана Таранова. Напоследок несколько вопросов от местных журналистов, которые окрестили Савина фартовым для Самары комментатором. Понятно, что не будет такого, что я буду комментировать только Крылья Советов, но статистика показывает, что при мне Крылья не проигрывают, и вот сегодня выиграли долгожданную победу, первую в этом сезоне. Я рад, но опять же я готов комментировать все матчи, и поэтому не могу назвать себя комментатором только для Крылья Советов. А уже Крылья комментирует? Ну, Орлов-то Орлов, а я не особо знаю. Будут ли Крылья продолжать набирать очки, пока Евгений Савин комментирует их матчи, покажет время. Ясно одно, в городе на Волге Савина любят и ждут, независимо от результатов команды. Он свое имя в историю клуба уже вписал, а Самара давно стала для него вторым домом. С самарским болельщикам нельзя пообещать, что Евгений Савин будет проезжать очень часто. Комментаторов назначают рандомно, так, чтобы все было честно. Я приеду, я тоже играл в Крыльях. Приезжайте, Евгений Серафимович. Давайте про футбол. В Самаре, потому что победы этой ждали очень-очень долго. Анжи команда хорошая, играющая, способная отыгрываться, в частности, показавшая Зениту, как можно проигранный, казалось бы, матч вытащить. И, тем не менее, Самара, Анжи не испугалась. Самара играла открыто. То, что у Анжи были атаки в первом тайме, я думаю, это нормально для нашего футбола. Вот эта картинка, кстати, к разговору о предыдущей картинке, она, мне кажется, очень профессиональная. Не знаю, как она. Картинка? Вот картинка. Только пять тысяч на металлурге, вот она не очень профессиональная. Да, когда-то это был самый посещаемый стадион Восточной Европы. Но мы ждем нового стадиона в Самаре. Гол Мало. Это здорово, потому что возвращение Мало. А мне кажется, это явно было. Было и Катшет. Но сам по себе Мало стал бить по воротам. Помнишь, мы в прошлой программе об этом говорили? Да, но... Вот хороший гол. Вот хороший гол Ткачева. Это уже такой забрендированный фирменный гол Ткачева. Он недавно забил в кубковой игре шиннику, правда, тогда с правой ноги и на серо с левой. Ну, просто пришла пора крыльям выиграть. Меня немножечко удивил состав Анжи. Я не понял, почему Бериша не играл в первых минутах. Может быть, какое-то повреждение. Это все-таки лучший игрок Анжи. Не было Георгиевского. Мне кажется, что он не что-то, наверное, с тренером. Потому что он потом, когда забил гол, он что-то побежал к нему. Поэтому и раз не было болей. Не было болей. Да, не было болей. Но действительно наступила пора, когда надо было... Вот, вот, вот. Надо было тренеру выиграть. Тренеру побежал. Кстати, у Лории, на мой взгляд, отчасти отобрал возможность попасть опять в МВП этим голом в ближний угол Бериша. Но Анжи – команда, которая практически каждый матч забивает. Все-таки у нее атака не есть. Анжи неплохо играют, ребят. Они, во-первых, уверенно играют. Да, неплохо играют. Насколько быстро, насколько... Я не из Дагестана. Ну, подтверждаю, Константин. Ну, ты похож. Я похож. Ну, а почему я? Ребят, ты не из Дагестана? Бородка похожа. Ну, это же японцы. Японцы стоят в мемино, в лифте. И один другому говорит, глядя на грузина и армянина. Слушай, как эти русские все похожи? Нет, просто вот заметь, что в РБА после чемпионата Европы, хотя уже там в конце, да, чемпионата Европы было объявлено, что он главный тренер Анжи, но насколько быстро он адаптировался. Да, в РБА отличный тренер. Я уже говорил в этой программе. И тренер хороший. И управление сейчас Анжи правильное. У него все случилось, все пошло, ребят. А давайте так. А вот он перешел бы сейчас в Рубин. И получилось бы у него или нет? Когда приехали из Испании, все там заверозы. Я в этом и говорил. Ему тоже привезли. Вот скажи, расскажи, кстати, историю. Да нет, так было нормально. Насколько он влиял на состав сегодняшнего? Вальжей в РБА молодец, супер. Идеи, но все на футбольном поле. Он занимается футболом, тренировками, игрой. Занимается комплектованием команды, жизнью команды, клуба. Да, уже, соответственно, Сергей Доронченко. Вот он подбирает сам в себе игроков. Сергей Доронченко, который имеет гигантский опыт работы в Кубани. Не сам. Вот Нобель подтвердит. Не сам. Он точно так же, как и в Рубине, ждет, ну и как бы, скажем, а в Кубани, а в РБА. Еще раз. В РБА, по сути, влияние на формирование состава имеет не больше, если не меньше, чем в РБА. Конечно. Я не понимаю, почему мы этому удивляемся. В мировом футболе тренер тренирует. Его функция тренировать. Возможно, он может пожелать. Верок, Фергюсону и так далее. Понимаете, что в мировом футболе. Футболисты – главный капитал клуба. Гвардиола что? Футболисты – это главный капитал клуба. И они приобретаются и подписывают с ним долгосрочные контракты в команду, чтобы команду сделать сильнее. Не знаю, чтобы сейчас… Ты тренер. Тренер. Мы тебе привезли игроков, а вот из них лепи команда. Понимаете, кто за собой сейчас таскает игроков? Ты сказал… Ну, кто? Таких немного тренеров. Не, они обязательно таскают. Саша, ты сказал Гвардиоле. Клуб поинтересам. Нет, ты сказал Гвардиоле. Я к Нобелю наклонюсь, послушай. Но Гвардиола – это самый авторитетный тренер мира сейчас, я так думаю. Поэтому, ну, разве нет? За ним еще есть 15. Дмитрий Салюк, посмотри. Нет, кроме… Нобель, есть еще 15-20, которые тоже формируют свои команды. Естественно, когда Гвардиола приходит к шейху Мансуру и говорит, я хочу купить… Я хочу, чтобы в моей команде играл условно. К шейху Мансурову? Банучи, например, да, или там Браво, или кто угодно, ему навстречу идут. Но не то, что приходит Гвардиола и говорит, я куплю 6 футболей, ставит мне миллиард евро, я пойду покупать игроков. Такого не происходит. Мысль понятна. В современном футболе, по мнению Нобеля, даже топ-тренеры не 100% диктуют своего состава, а очень много обсуждают с своими помощниками, руководством прежде всего. Теперь давайте к Молу обратимся, потому что его появление в крыльях, на мой взгляд, совершенно другой сделало суть игры. Через француза, на левом фланге чаще, но он на любом может оказаться. Вспоминайте в прошлом году его голевые передачи в матче с «Зенитом», да, он справа из них две сделал. Где угодно может оказаться, через него идет вот этот ток. Высоковольтное напряжение игры Самары, и уже эта публика это почувствовала, и очень печально, что 5000, потому что «Металлург» знавал совершенно другие времена. Мы все ждем открытия нового студиона в Самаре. Ради этого, собственно, чемпионат мира, я полагаю, страна и получала, чтобы прежде всего пропитать духом настоящей футбольной атмосферой всю нашу территорию.